Сегодня в Китае официально открылись олимпийские деревни. Зимние игры пройдут с 4 по 20 февраля сразу в трех кластерах. В Пекине, его северном пригороде Янцине и горном уезде Джан Дзяко в 150 километрах к северу от столицы. Олимпийских деревень тоже три. В первый день после открытия там ожидают около 360 гостей из 20 делегаций, в том числе Китая, Франции, Финляндии, Италии и Канады. Из-за пандемии с середины января олимпийские деревни, как и места проведения соревнований, работают в режиме так называемого пузыря, покидать который нельзя. Внутри замкнутого контура есть все необходимое для проживания тренировок и отдыха, включая фитнес-центры, клиники, рестораны, кофейни, магазины и даже банки и почтовые отделения. Перемещаться между деревнями и олимпийскими объектами можно на специальных автобусах по выделенной полосе. Между Пекином и Чжан-Дзякоу также ходит высокоскоростной поезд. Для команды метеорологов зимних олимпийских игр в Пекине началось круглосуточное дежурство. Солнце, снег, изменение направления и скорости ветра, отчеты о прогнозах публикуют каждый час. За последние годы мы отдачили свои технологии и навыки. Даже в метеосводках мы стремимся к ясности и краткости, чтобы люди с первого взгляда могли уловить ключевые детали. Команда получает данные с китайских метеорологических спутников серии «Фэн Юнь». Для анализа информации применяют высокоточные интеллектуальные системы и опыт сотрудников, накопленные за годы кропотливого труда. Ситуация уникальная, поскольку зимние олимпиады 2022 года проходят в климатических условиях, отличных от условий предыдущих игр. За последние 20 лет почти все зимние олимпиады проходили в морском муссонном климате. А здесь у нас континентальный муссонный климат. И это большая разница. Вот почему мы собирали и анализировали данные для олимпийских прогнозов с 2017 года. В Яньцине пройдут соревнования по одному из самых популярных зимних видов спорта – горным лыжам. Ветер и состояние снежного покрова здесь напрямую влияют на результаты. Меньше чем за минуту спортсмены спускаются с отметки в 2200 метров до отметки в 1000 метров. И на своем пути могут встретить самые разные погодные явления. Технически эти 16 километров означают совершенно разные погодные условия. Но будь то дождь, снег или солнце, олимпийская сборная синоптиков и метеорологов готова моментально вычислить любые капризы погоды ради комфорта и безопасности всех участников зимних игр. Ли Сюя, CGTN. Если список популярных в китайской кухне овощей остается прежним, то пополнять свои запасы покупатели теперь предпочитают в онлайне. Все чаще фермерские продукты заказывают во время прямых трансляций в соцсетях. Пусть в таком формате и нельзя потрогать или попробовать товар, зато можно увидеть, где и кто его вырастил. К тому же прямые трансляции дают возможность поговорить с продавцом, как и на обычном рынке. Шесть молодых фермеров из нового района Пудун в Шанхае вместе ведут один аккаунт и каждый день по очереди выходят в эфир. Заказов хватает на всех. Я выращиваю четыре вида овощей и фруктов. Раньше у меня было всего около ста постоянных клиентов, но теперь уже больше трехсот. Я рассчитываю увеличить свой доход с 3150 до 3600 долларов в месяц с каждых шести с половиной соток. Сегодня за два часа прямой трансляции поступило 400 заказов. Инсюн в год выращивает около 800 тонн апельсинов. Для него доступ к онлайн-продажам означает стабильный спрос. Если бы я сам создавал отдел продаж, это обошлось бы мне в 470 тысяч долларов. Но один на шестерых – это вполне доступно по цене. Теперь у нас каждый день есть прямая трансляция и число заказов растет. Всем этим фермерам около 40. Вся они карьере в офисе и перспективе работать за границей предпочли овощеводство. Сегодня они в числе тех, кого называют новыми профессионалами китайского сельского хозяйства. Раньше я выращивала 15 видов овощей, каждый на площади менее полутора гектаров. Самое дорогое – рабочая сила. Когда наши работники выйдут на пенсию, нам будет некем их заменить. Потребуется обширная механизация. А это возможно только в условиях масштабирования производства и введения стандартизации. Новые идеи, современные методы торговли и планы развития – все это плоды обучения в Шанхайской школе сельскохозяйственного вещания. Раньше я была просто фермером, но теперь я еще и менеджер, а значит должна думать о продажах и развитии бренда. Я изучала право и маркетинг в разных местах, в том числе в университете Фудань и Джедзянском университете. В шестером мы можем качественно обслуживать больше клиентов. Шанхайская школа сельскохозяйственного вещания начала работать 10 лет назад. Пять лет назад появился курс по современным методам управления фермами. В прошлом году школа запустила новый учебный план для сотни лучших молодых профессионалов. Фермерам часто не хватает современных идей и навыков корпоративного управления. Поэтому мы приглашаем преподавателей из вузов для чтения теоретических курсов. Мы также выбрали несколько компаний, где можно пройти практику, чтобы шагать в ногу со временем. Фермеры учатся оперативному управлению и подбору персонала на примере успешных фирм. Для фермеров нового поколения пишут приложения и создают онлайн-курсы. При поддержке китайского минсельхоза компания Lungpin Hightech запускает приложение, где фермеры смогут получать дополнительное образование, узнавать новости и заключать электронные сделки. В сервисе по просмотру видео Doin тема «Новые профессионалы сельского хозяйства 2021» набрала более 100 миллиардов просмотров. Подобный контент начало размещать и конкурирующее видеоприложение «Куайшоу». Екатерина Баглаева, CGTN. В 2021 году в Китае родилось 10 миллионов детей, на полтора миллиона меньше, чем годом ранее. Коэффициент рождаемости за год снизился с 8,5 до 7,5 на тысячу человек. Это самый низкий показатель за последние 60 лет. При этом, по мнению специалистов, в ближайшее время повышение рождаемости ждать не стоит. Население Китая стареет, что приводит к сокращению числа рабочих рук. Общий коэффициент рождаемости в Китае упал до уровня в 1,15. Обычно, когда этот показатель ниже 2,1, мы ожидаем сокращения численности населения. Если этот показатель останется на текущем уровне, число рождений будет продолжать снижаться. Но в ближайшие 10-20 лет у нас будет 800 миллионов человек трудоспособного возраста. Так что численность рабочих на данный момент не является большой проблемой. Одной из причин снижения рождаемости стала урбанизация. Столицами китайцы считали рождение большого количества детей счастьем для семьи и залогом бездетной старости. Но теперь всё больше городских пар не торопятся стать родителями. Традиционные представления пришли из аграрного общества, где люди жили со своими родителями, а правительство не оказывало никакой помощи. Но в современном Китае пары живут вдали от родителей, а правительство выплачивает пенсии пожилым. Влияние традиционных ценностей постепенно ослабевает. Теперь в приоритетах у молодёжи карьера и саморазвитие. Высокие цены на жизнь в городах и до недавнего времени на дополнительные занятия также привели к тому, что пары стали отказываться от рождения детей. Вполне возможно, что люди меньше переживают о материальной стороне вопроса, но больше о том, смогут ли они хорошо воспитать ребёнка. Им нужна поддержка общества, разнообразное и качественное образование и возможность проводить больше времени со своими детьми. Снижение рождаемости в 2021 году стало причиной очередного пересмотра Китаем в социальной политике. Правительство уже приняло ряд мер. В их числе выплата пособий за рождение ребёнка, жилищные субсидии и увеличенный отпуск по беременности и родам. Екатерина Баглаева, CGTN. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok